Владимир Путин провел совещание с банкирами. Какое совещание с банкирами? Знаете, как это называется? Воровской сходняк. Вот так называется. И мне абсолютно не интересно, что он там говорил официально. Мне интересно, что он говорил после того, как СМИ ушли, как ушли журналисты, как всех там протрясли, чтобы не было никаких микрофонов и так далее. Вот что тогда он говорил, и что они ему говорили. А так они гоняли порожняки полные. Вот я вам скажу. Путин что сказал, что банки должны следить за тем, чтобы анонсированная властями помощь населению бизнесу адресно доходила до нуждающихся. Это банки за этим должны следить. Обхохочешься. А банки будут следить, чтобы помощь государственная доходила до нуждающихся. Это очень смешно, конечно. Но такой функции у банков никогда не было. Чтобы следить, чтобы адресную помощь направляли точно. Банк контролирует, чтобы пришли деньги. Этому человеку на расчетный счет скинули и все. Ему неважно за что. Назначение платежа есть. Законное, легальное есть. Проводка проведена. Положенный срок проведена. Деньги зачислено. Зачислено все. Как он будет контролировать. О чем речь у него механизма даже нет. Это надо для ваты. Теперь банки будут контролировать. Что они будут контролировать? Как они будут контролировать? Решение властей о помощи населению призвано помочь российским семьям преодолеть текущие трудности. Сделать так, чтобы всем было хорошо. Решение такие, чтобы всем было хорошо. Поняли? Вот это второй пункт. Решение, чтобы вам охеренно было. А как? Ну, станьте ежами, как в том анекдоте. А это уже тактика. А вот стратегии, чтобы было хорошо. Там что-то предприятия не прерывали свою деятельность. Сохраняли трудовой коллектив. За все хорошее, против всего плохого. Бля, пизда был конченый вообще. Просто. Напомнил о новой ипотечной программе, по которой кредит на жилье до 1 ноября можно взять под 6,5% людей. Хлеба нет. Бля, какие ипотечные кредиты? Он летает, он где-то находится, хер его знает где. Просто. Я вот сейчас хотел, просил Аню, но у нас упал интернет. Мы грузили тут час. Не могли понять, что случилось. Все вырубилось. А я хотел показать, чтобы вам было понятно. Фотки, да? Она случайно сегодня... Ну, там у нас кое-что там кровать, короче, развалилась нахер. Извиняюсь за такое выражение. И она посмотрела, что там можно подкупить. И мы обалдели, потому что мы покупок не делаем, в интернет не лазим, ничего там. И тут мы просто обалдели. Нас челюсти повылезли. То есть, нам нужно было какую-то хрень купить, чтобы кровать нашу более-менее собрать. А оказалось, что то, что стоило из... Надо вот фотки показать. Из матрасов, мебелей и так далее. Две тысячи евро. Две с половиной тысячи евро. Сейчас стоит 150 евро, 200 евро. Можете себе представить? То есть, в 10 раз. Есть скидки. Есть скидки. 92-93% по мебели. Но в основном там скидки по 70%. Да, 70% скидки. Но есть, которые доходят до 93. То есть, фактически, ну, отдают себе дары. Возьми там за спасибо. За какие-то там чисто формальные деньги. И он рассказывает, это здесь. Представляете, где люди богато живут. Где все классно. И те люди, кто являются производителем. И у них сейчас за товарка кризис перепроизводства. Потому что никто, конечно, ничего не покупает. Думают, куда бы нахер деть хоть за копеечку. Потому что, понимают, сейчас нужны будут оборотные средства. Когда все это кончится. Если денег не будет, будешь в жопе. Какая ипотека. Представляете. То есть, сейчас и жилье здесь, и все остальное упадет в цене. Лишь бы только дай денег сейчас. Я уверен, что это. И банкам куда-то надо деньги девать. Что сейчас так-то была. Ипотека под ноль целых хрен десятых процентов выдавалась. А здесь под шесть с половиной. О чем он говорит, этот Путин вообще. Здесь-то люди находятся в кризисном состоянии. Денег у них нет. А какие деньги в России, если кушать нечего. Просто жесть. Общая задача российских властей и банков. Миминизировать негативное влияние коронавируса на экономику. Обратите внимание. Это задача банкам. Миминизировать негативное влияние коронавируса на экономику. Это что, армейские подразделения, что ли, банки? Как они будут миминизировать по команде? Там направо, да налево угнет. Шагом марш. Безумец. Но я понимаю, что это он вот чехляет вот этим людям. Там сидит банкир толстопузый. С баблом, да. У него все херово. Потому что у него есть деньги, которые некуда вложить, да. Есть вкладчики, которым нужно какие-то проценты платить. У него совсем все херово, этого банкира. По той простой причине, что все деньги, которые были, он украл. Они уже там в надежном месте. Но это те деньги, кого надо деньги, да. Он их никуда не будет в дело впихивать. Ему где-то нужно еще перехватиться, что-то решить. Сейчас они ему зададут этому Путину вопрос все эти банкиры. Скажут, ты нас там из бюджета профинансируй, да. Там все будет нормально. Мы сейчас тебе все тут решим. Негативное влияние устраним коронавируса. Строительство жилья, инфраструктуры, новых объектов должно продолжаться. Все, Джину сказал. Помните, у него с Джином потерто. То бессложное повернулось. Должно продолжаться. Банки должны способствовать этому. На практике многие граждане сейчас не могут получить кредитные каникулы. Российские банки отказывают им или тянут время, выставляя невыполнимые требования. Поэтому, значит, надо там абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны. Это Путин банком говорит. Это Путин, который всю жизнь обещает, что будет лучше. Который, обратите внимание, решение властей о помощи населению призваны помочь российским семьям преодолеть текущие трудности, сделать так, чтобы компании и предприятия не прерывали свою деятельность, сохраняли трудовой коллектив, заработки людей, обеспечивали заказами своих поставщиков, подрядчиков. И этот человек, который прогнал такой порожняк, жутчайший, в трудное время, он тут же, несколькими пунктами ниже, говорит, абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны. А ты, козел, тогда что там говорил? Ну вот здесь же, даже не надо там в десятом году, что программа 2020, там все будут по миллиарду получать, у всех там жилье будет и прочее-прочее. Это не надо. Вот здесь что ты говорил? Прямо непосредственно, в этой своей речи сраной. И эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким. Правительство вместе с ЦБ должно внести изменения в нормативную базу, чтобы поспособствовать реализации льготных программ банками. О как, ой, еще нужно что-то сделать. Внести в нормативную базу там что-то. То есть люди слушают, да, действительно, там кто-то что-то делает. Конкретно что? Что нужно сделать конкретно, да? Сколько вешать в граммах? Ни хера этого нет. Вот за такую болтовню в будущем, да, когда народ будет надзирать, человек сразу должен катапультироваться. Вот он вышел, правительство должно внести ему. Куда внести? Что внести? Текст покажи того, что нужно внести. Сейчас внесем. А я, а мне, а у меня? Пошел. Все. Это вот как раз по поводу абстрактных обещаний. То есть человек не дурак, он все это понимает. Он в свою же речь, ну не он, конечно, а тот, кто ему это написал и кто его протроллил. Субтитры сделал DimaTorzok